МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Час Икс пробил. В ночь с 30 июня на 1 июля Греция должна перечислить Международному валютному фонду более полутора миллиардов евро. Афины заявили, что не собираются этого делать. Власти страны готовятся к воскресному референдуму о согласии с требованиями международных кредиторов. Обойдется он Афинам ни много ни мало в 110 миллионов евро. И это на фоне закрытых банков и ограничений по снятию денег со счетов в 60 евросуточных. Но премьер Ципрос стоит на своем. Он заявил, что в любом случае не собирается выполнять требования кредиторов. Если народ скажет да, правительство решение признает, но планы по жесткой экономии реализовывать не станет и уйдет в отставку. Если большинство скажет нет, то в переговорном процессе с кредиторами, уверен Ципрос, у Афин появится козырь. Однако сами греки уже, судя по сюжету моих коллег, ни во что не верят ни в евро, ни в драхму. В рыбацкой деревне Амаринтос, недалеко от Афин, в последние дни обсуждают только одну тему — сохранит ли Греция евро. Здесь, как и по всей стране, выстроились очереди у автоматов. Пока есть возможность, жители пытаются снять сбережения. Я беспокоюсь, получили свои деньги или счет уже заблокирован? Нам уже нечего терять. Драхма, евро — всё одно и то же. Политики нас продали. В нескольких километрах от Амаринтоса другой рыбацкий городок — Оливери. Главная площадь напоминает о былых временах. Раньше одним из основных работодателей была угольная электростанция. Теперь она закрыта, а на площади висит плакат. Нет сделкам против греков. Настроения в городе разделились. Одни не верят, что референдум что-нибудь изменит. Другие многого ожидают от правительства Сиризы и европейских партнёров. Каждый день в этом кафе встречаются пенсионеры. Они в большинстве своим разочарованы происходящим в стране и чувствуют себя обманутыми. Ципрос обещал нам, что зарплата останется на том же уровне. Сделал он это? Нет. Нам, пенсионерам. Он обещал вернуть 13-ю пенсию. Сделал он это? Нет. Год назад Наташа Влачули открыла своё кафе. Это обеспечивает ей минимальный доход. Многие её сверстники давно уехали из-за ливери из-за безработицы. Владелица заведения говорит, что больше не доверяет политикам. Неважно, проголосуем ли мы за или против на референдуме. Здесь ничего не изменится. Хуже, чем раньше, идут дела и у местных фермеров. Покупателей стало меньше, поскольку после закрытия угольной электростанции многие жители города потеряли работу. Похоже, в Оливере больше ни у кого не осталось иллюзий. Ситуация в стране очень серьёзная. Сейчас Греция похожа на Титаник. Он застрял между айсбергами и вот-вот пойдёт ко дну. Каждый день рыбаки встают в пять утра. У них в последнее время тоже больше забот. Рыба стала продаваться хуже. Но им не до политики и референдума. У меня нет времени смотреть телевизор. Мы целый день работаем, а потом я привожу в порядок свой дом. У меня нет своего мнения по поводу референдума. В кафе на набережной обедают лишь немногие. Несмотря на кризис, они считают, что Греции не нужно предпринимать радикальных мер. Я не хочу возвращаться к Драхме. Я хочу, чтобы страна осталась в еврозоне. Мы должны быть сильными. Греция навсегда. Эта неделя станет решающей для Греции. Станет ясно, выйдет ли страна из еврозоны и ждёт ли её дефолт. Как конкретно большая политика повлияет на жизнь провинциального городка, в Оливере пока никто себе представить не может. С сегодняшнего дня Apple запускает музыкальный стриминговый сервис в 100 странах мира. Музыка по подписке – прибыльный бизнес. Несмотря на то, что половина оборота во всём мире пока приходится всё же на компакт-диски, DVD и пластинки. Но будущее, уверены эксперты, за потоковой музыкой. И с выходом компании Apple на этот рынок конкурентам придётся непросто. Бьёрн Коблов использует программу Spotify с 2008 года, когда был запущен шведский сервис потоковой музыки. До этого у меломана в коллекции было порядка 6000 компакт-дисков и виниловых пластинок. Но Бьёрн всё продал. Потоковая музыка ему нравится гораздо больше. Можно спокойно слушать музыку, где и когда удобно. Не надо идти в магазин и что-то там покупать. Не надо нигде регистрироваться для скачивания песен. И мне совсем не жаль удалить какой-то плейлист, так как он мне не принадлежит. Да и дома ничего не валяется. Для меня это идеальный способ слушать музыку. С 30 июня компания Apple составит конкуренцию Spotify. За 10 евро в месяц в Европе любой пользователь получит доступ к 30 миллионам композиций. У компании с Купертино уже и так 800 миллионов пользователей iTunes. И даже если всего 10% решат оформить подписку, Apple станет лидером. Если Apple сумеет как-то разнообразить и улучшить этот сервис, как, например, она делала это с iPhone и похожими устройствами, то другим конкурентам придётся трудно. Шведский Spotify пока ещё занимает лидирующее место. 75 миллионов человек по всему миру бесплатно слушают музыку с помощью этого сервиса. Более четверти из них ежемесячно платят по 10 евро за доступ к премиум-аккаунту. Самый знаменитый противник сервиса Spotify – Taylor Swift. Она сетует на низкую прибыль для музыкантов. В ноябре прошлого года американская поп-певица даже изъяла со Spotify все свои песни. Теперь она воюет и с Apple, ведь первые три месяца пользования сервисом компания собиралась сделать бесплатными и не платить музыкантам и авторам песен. Но после громкого протеста со стороны Taylor Swift Apple уступила. Гонорары будут заплачены. То, что музыканты получают мало денег от сервисов потоковой музыки, свидетельствует история мегахита Happy. Форел Уильямс получил всего 5,5 тысяч евро за то, что его песню прослушали 100 миллионов человек. Берлинская группа The Love Bülow, напротив, делая ставку на потоковую музыку, достигла прекрасных успехов. Немецкое отделение Spotify поставило их песню My Dear в плейлист популярных песен. В итоге еще до официального релиза альбома творчество группы послушали 50 тысяч человек. На самом деле, пластинка — это своего рода визитная карточка для того, чтобы привлечь больше людей на концерты. А здесь я вижу возможность лишний раз напрямую достучаться до людей. Американец Кёрти Стэмбек видит эту проблему иначе. Музыкант сейчас работает над новым альбомом самостоятельно, без звукозаписывающей компании. Ни одной из его песен на сервисе Spotify не встретишь. Это осознанный выбор, говорит Кёртис. За последние 10 лет люди уже привыкли, что музыка либо бесплатная, либо очень дешевая. Но так не должно быть. Музыка имеет свою цену. Не только моя, любая. И это важно для каждого из нас. С музыкой не должно быть так, что вы ее получаете в качестве подарка, а через два месяца удаляете. И тем не менее, фанаты Spotify, в их числе и Бьерн Коблов, уже не могут представить свою жизнь беспотоковой музыки. Бьерн ни разу не сожалел, что избавился от своей огромной коллекции дисков и пластинок. К другой теме. Фундаментальным назвал президент Украины Петр Порошенко вопрос о вступлении Украины в НАТО. Поэтому, по его словам, решаться он будет на всеукраинском референдуме. Уже сегодня Порошенко назвал сроки, когда Украина могла бы вступить в Альянс. Тему продолжим в новостях. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине понадобится около 6-7 лет для подготовки к вступлению в НАТО. За это время должны быть проведены необходимые реформы. Для вступления в Альянс Украине необходимо достигнуть соответствия ряду критериев НАТО. К примеру, Альянс не принимает свой состав страны, у которых есть территориальные споры. На Украине спасателям удалось локализовать крупный пожар в лесном хозяйстве Чернобыльская пуща. Огонь распространился на 130 гектарах зоны отчуждения. Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины, радиационная обстановка в регионе остается в норме. В Индонезии военно-транспортный самолет потерпел крушение в жилом районе города Медан на острове Суматра. На борту самолета, который упал на гостиницу, находились более 100 пассажиров и 12 человек экипажа. Власти полагают, что никто из них не выжил. Причиной крушения самолета мог стать отказ двигателя. В Ереване полиция уговаривает активистов разблокировать проспект Баграмяна и переместиться на Площадь Свободы. Движение «Нет грабежу» объявило о том, что помимо уличной борьбы, будет вести борьбу в правовой плоскости. Акции протеста против повышения тарифов на электроэнергию начались в Ереване 17 июня. До проведения аудита в компании электрические сети Армении правительство пообещало оплачивать разницу в тарифах. Боксер Флойд Мэй Уэйзер возглавит рейтинг «Форбс» из 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2015 года. На втором месте его коллега из Филиппин Мэнни Пакьяо. Замыкает тройку лидеров певица Кэти Перри. Единственная представительница России в рейтинге, теннисистка Мария Шарапова, занимает 88 место. Последние новости читайте на сайте Deutsche Welle в интернете. Ну а Геофактор расскажет о развитии событий завтра. Всего вам самого доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова